С подъемом на восьмерочку крючок Вон он, смотри какой! Зверь. Хороший, хороший. Зачет. Дмитрий, здравствуйте! Привет, привет! Готов к труду? Да, готов. Но этого ждало сколько лет. Сколько лет, сколько зим. Я сплю и вижу. Так, друзья, второй день. Второе место. Проверка льда. Лед бомбито. Сантиметров семь, наверное. Ну, круто! Офигенная пешня не пробивает даже с удара. Здорово! Веди нас, Сусанин! Веди нас, герой! Ах, лед! Наконец-то! Наконец-то, лед! Вот оно, друзья! Наконец-то прибыли! Это просторы реки Днепр с ее затоками. На одной из заток мы с вами будем сегодня пытаться поймать мирную рыбу на боковой кивок. Вчера мы были на одном из известных мест. Там очень много людей. Не будем им мешать, а попытаемся найти что-то свое интересное. Поехали! Сделаем ряд лунок и посмотрим в камеру. Так, где-то в районе 5-7 сантиметров лед. Здорово! Лунки в шахматном порядке 10 метров по территории. И смотрим! Так, друзья! У нас камера, все вы ее помните, Range. Вот такая вот сейчас. Вот так вот, друзья, она будет висеть. Я, конечно, взял и крепление к ней, но вчера смастырил, чтобы смотреть. Я думаю, этого нам будет достаточно. Включаем. Садимся на луночку и смотрим. Здесь карася. Та не обращай внимания. Слушай, я вот только-только на дно опустил. Пока я опускал на дно, 7 или 8 карасей увидел. Да! Ты представляешь? И самый большой прикол, вот смотрите, друзья. Я не знаю, видно вам или не видно. Здесь все дно в хлопьях. То есть, он ходит, вон хвост еще один пошел. Он ходит и роет. Вот, 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 видели? Карась на карасю, Дмитрий. Мы с тобой пришли в нужном направлении. Я тебе так хочу сказать. Выключаем. Камера, друзья, это, конечно, то, что доктор прописал. На вчерашней рыбалке мы также рыбачили с помощью него. И с помощью бокового кивка, друзья. Вот он, этот покоритель сердец. Так. Все. Теоретически нам больше ничего и не нужно. У нас есть наша тема для поиска рыбы. Просто незаменимая. Смотри. Подбираемся. То есть, все лежит на месте. Мы сделали несколько лунок. Где остановиться, непонятно. Мы подходим, садимся нам по барабану. Абсолютно любые условия погодные. Разматываем, проверяем, есть ли рыба и здесь есть. Берем ящик и садимся на это место. А для быстрого поиска вот эта тема просто незаменимая. Удобная. Очень, очень сильно. Так. Теперь мотыльница обязательно должна быть с мембранкой. Берем пучок мотыля. Мембрана нужна для того, чтобы от ног идет тепло. И мотель всегда свежий. Вот так вот, ребят, я набомблю сюда мотыля. На нашу мормышечку. Мормышечка десятого номера. Здесь глубина в районе четырех метров. Немного от лунки отсаживаемся. Смотрите, удобно, офигенно. Принимаем позицию и опускаем мотыльку. Сазан сошел. Я тебе говорю. Просто неподъемный. Леска отпружинилась. И он как был на дне, так и остался. Опа, есть, друзья. Первый. Пришел на вторую лунку. Это карасик. Да. Карасик. Вот он. Ух, да еще и неплохой карасик, ребят. Здорово. Смотри, Дмитрий. Сточи нам, но. Анатольевич. Оп. Того, кого мы видели, того мы и поймали. Но. Хочу вам сказать. Такое. У нас уже было в районе шести поклевок. Из шести поклевок только один результативный. Почему? Под бороду. Потому как он давит негодяй. Глубина более четырех метров. Леска пружинит. И сильно засечь его не удается. Опа, есть, ребят. Видели? О, это уже чуть повеселее. Либо же какой-то сумасшедший. Да, сумасшедший. И то подбогренный. Смотри. Вообще, детеныш. Заходи. Тебя мы отпустим. Оп. Оп. Ну, хотя это очень вкусный, так сказать, семечки. Беги. Расти большой. Не будь лапшой. Сделаем немного под заряд мотыльком. Берем парочку штук. Освежимся. Видно вам, как она играет. Видите, мормышка стоит жалом вверх. И, таким образом, карась, когда накрывает наш мотыль, мы его и под бороду. Иди сюда. А он, в основном, когда пассивен, в основном накрывает. Ну, это вы знаете и без меня. Так, это хорошая рабочая лунка. Вторая лунка. На первой лунке был сход досадный и несколько поклевок. Здесь два вытащили. Смотрите, какая история приключилась. После первой подсечки я кого-то дыркнул. И луска осталась на мормышке. У меня было в районе 15 поклевок. Ни одной засекаемости нет. Ушел с лунки, думаю, там мелочь. Вытаскиваю. И вот такая вот картина. Поэтому проверяйте периодически ваши мормышки. Один только что сошел, по бороде как дал. Такой же где-то. Вот у меня где-то примерно таких же тоже два штуки. Я по бороде полметра протащил. Оп, есть друзья. Это с подъемчиком, но небольшой. По сравнению с теми. Да что вы, ладошка есть даже больше. Ну да, грамм 150си. Карасик, друзья. Ах, красавчик. Этот, видите, в рот взял четко с классическим подъемом. Я его подождал. Он дыб, дыб. Вниз, вниз, вверх. И иди к папочке, бродяга. Вот так вот, значит, было дело. Вот дело было где-то так. Так, давай, Димон, сейчас десяток набьем и пойдем с Азаной искать. Давай, сорвать. Нужно с Азана. Круг с носа. Третий карась у нас пошел. Все как полагается. Удилка у нас 80 сантиметров. Это карбоновая тема. 80 сантиметров для удобства как с ящика, так и в наколенниках. Вот такая вот катушечка, ребят, с куркум, дабы сазанчика морить. И в лучшем мире боковой кивок с леской крепкой. 0,12 миллиметров фирмы Dragon. Вот такой сегодня, ребят, боковой комплект. Боевой боковой комплект у нас для поимки Сазана и Карпа. Ну, а карась при лове. Поменять о великий ракурс. Опа. Ох, ребят. Вот это он. Это, друзья, самый крупный за сегодня. Если не багрёныш. Багрёныш. Блин. Под бороду. Со стороны он за перу. И он переворачивается. И на пол. Спущенным по полукругу. Как полупокер. Да, с трёхкой побороться на 0,12. Очень приятно будет. Ох. Ох. А вот и он. Карась. Ох. Вот это, конечно, карась. Это Сазан, ребята. Серьёзно? Это, скорее всего, нож. Король. Сазан, Сазан. Сазан? Ох. 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 Это он. С такими карасями нам и Сазана не надо. Да ты шо, из-за плавника такого карася и я его вытащу. Круто. Ребята, это, смотрите, это реально карась. Карась. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. А ну сюда покажи. Класс. Ох. Грамм 800, да? Да. А нету у тебя? Наверное есть. Есть. Сколько? 710 грамм. 710 грамм. Это же карась. Ну это, ребята, 710. Это жирный карась. Смотрите, друзья. Это же карась. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Класс. Просто шикарно. Вот это трофейчик. Угу. Угу. Есть, друзья. Молодец. Ох. Это да. Это прям чувствуется. Ребят. Это наш клиент. И такие глухие рыбки, которые притоманы крупным карасям. Ох. Слушай. Смотри. Ох. Это наш размер. Смотрите. Ох. Ох. Вот это, друзья. Карась. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да. Именно карась. Здорово. Вот. Дмитрия. Карась натрите. 700 грамм. Да? 700 грамм. И наш. Где-то полкило. Угу. Ну, полкилограммовая карась. Я вам хочу сказать. Это тоже караси. Караси тоже. Хе-хе-хе. И видишь, только мотыля поменял. И лунку. И лунку. Всего-то. И ракурс. Всего-то делу. Хорош бродяга. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Ах. Ох. Мотылек. Не нужно жалеть. Всегда свеженький. Потянул. Хорошо. Потянул. Видите. Наклёд взял. Небольшой. Вот это мы, Дмитрий Мистяк, нашли. Да? Угу. Видите? Это четко шахта. И что самое характерное, друзья. Никого. 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 Ничего. Ничего. Ох. Нажим. Так нажим. И что? И ничего. А в 43-м. Мария Ивановна. Мария Ивановна. Мария Ивановна. Автобусы не ходят. А мы не знали. Ох. Ах. Ох. Какого кабана. Димон. Димон. Это все из-за тебя. Ты шо? Это ты виновник. Конечно. Ну поскольку я не могу быть. Угу. 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 Тихо. Тихо. Хороший. Хороший. С подъемом на восьмерочку. Крючок. вон он смотри какой мой хальничек 8 это восемь номер крючка ну подхватил или а а а а а а а хорошенький бродяга ребят пошли искать новое место вот такое себе один димон там остался а я думаю пойду-ка я назад на старое местечко и только пришел видите первое опускание не сразу летает карасик то есть скоро здесь есть если целенаправленно на карася то нету смысла бегать его искать силы ловишь а день уже заканчивается поэтому создано сегодня мы точно искать не будем до сидим здесь до темноты и по домам тупо есть ребятах сошел сошел один он тащит ты так обон то главное я просидел там сколько только ушел димон сел и поймал опа есть друзья о это наш парень если него грёныш то не сумасшедший сначала такое впечатление вроде бы нож а потом это подбородник бородач короче все ребят на улице темнеет мы будем собираться домой рыбалка сегодня получилась неплохая учитывая то что мы сегодня проверяли новое местечко нашли карася довольно таки неплохих размеров не было народу себе в кайф порыбачили отдохнули поймали по 10 карасиков чего я вам желаю идите на рыбалку получаете удовольствие естественно у кого какие вопросы спрашивайте с радостью подскажу мы летим домой надеюсь скоро крепнет лед и нас ждут впереди крупные горбатые полосатые окуня пока друзья до новых встреч и